В комиссии заседания фракции депутатских в Верховном Совете в понедельник, во вторник, дополнительных замечаний и предложений не поступило. Поэтому, если нет замечаний, позвольте поставить на голосование повестку. Прошу слово, Владимир Николаевич. Пожалуйста. Таир Николаевич, пожалуйста, вам слово. Уважаемые депутаты, я хочу огласить решение фракции КПРФ в Верховном Совете. Фракция КПРФ считает необходимым выразить свое отношение к проектам федерального закона. Уважаемые депутаты... Таир Николаевич, прошу прощения, мы обсуждаем пока повестку. Для заявлений... Это напрямую касается повестки. Три минуты. Но зачем? Зачем? Уважаемые депутаты, страну потрясла новость о внесении протеста РФ в Госдуму закона к ЮАР-кодах. Людей хотят разделить по принципу «человек привитый от ковида» и «человек не привитый от ковида не до человек». Изгой без прививки неполноценный гражданин Российской Федерации, который лишается конституционных прав. Испугавшись грандиозного резонанса в обществе, федеральные власти решили разделить ответственность. И спустили инициативу в регионы для подготовки отзывов, предложений, замечаний. Такое же было с пенсионной реформой три года назад. И тогда наш Верховный Совет узким кругом президиума парламента одобрил бесчеловечную реформу дружно, кроме голоса против депутата от КПРФ. Фракция КПРФ не согласна, чтобы важнейшие для народа решения снова принимались узким кругом без участия всех депутатов. Поэтому, уважаемые коллеги, Владимир Николаевич, фракция КПРФ настаивает, чтобы проекты федеральных законов номер 17.357.8 о внесении изменений в Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и 173.58.8 о внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон Устав Железнодорожного транспорта Российской Федерации были представлены на сегодняшней сессии Верховного Совета для обсуждения. Предлагаем внести соответствующий вопрос в повестку 33-й сессии с формулировкой о подзывах Верховного Совета Республики Хакасия на проекты федеральных законов, поступившие из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Считаем, что все депутаты всех партий, как представители народа Хакасии, должны дать собственную оценку законопроектам, раскалывающим общество, порождающим вражду, злобу и ненависть. Надо отметить, что это мнение многих жителей республики, о чем они сообщают в коллективных обращениях к депутатам от КПРФ, не желая введения закона к QR-кодах. Мы не имеем права молчать, как бы этого не хотелось правящим элитам. КПРФ на всех уровнях власти выступает против сегрегации народа на государственном уровне, против цифровой дискриминации. Призываем вас, уважаемые народные избранники, поддержать отрицательный отзыв на сегодняшней сессии, так же, как коммуниста Ира Читаев и наша фракция. Спасибо. Спасибо. Может, побензингуем еще у кого что-то накопилось? В Богородине убрали где-то что-то? Или еще где-то? Но давайте помитингуем. Мы это знаем. Слышали. Я еще этот закон не видел. А мы уже протесты какие-то высказываем. В Думе, знаешь, что проголосовали этот закон 300, не помню, 50 или 370 депутатов. Проголосовали. Конституционно почти большинство там обеспечено. Вопросов-то нету. Мы еще не видели этот закон. Мы нам дали срок до 14 декабря определиться. Его надо изучить, посмотреть, что там. И поэтому у нас время-то еще достаточно. Восьмого у нас сессия Верховного Совета по второму чтению бюджета будет. У нас еще много времени. Мы еще не видели этот закон. А то, что подготовились митинга Государственной Думы, у нас депутат Государственной Думы здесь присутствует. Действительно они однозначно к этому относятся. Как и к окружающему миру, и к Солнцу, и к Луне неоднозначно все относятся. Все. И по это то же самое. Одни говорят, что надо. А у нас каждый день в Хакасе 10-12 человек мы хороним. У нас сегодня даже половина еще не вакцинирована. Какая половина? Процентов 40. А надо 90-80, чтобы коллективный иммунитет наступил. Поэтому у нас всех есть кому митинговать. Вот надо работать. Поэтому давайте. Тема эта совсем к повестке не относится. Давайте ее просто. Есть по повестке замещания дополнительные еще или нет? Нет. Прошу проголосовать за повестку 33-й сессии. Прошу включить режим голосования. Пожалуйста. За. Принимается. Принимается. И ВКС. Наталья? Да. За. Вячеславовна за голосует. Молодец. Так. Хорошо. Хорошо.